всем привет очередной вторник очередной топ крутых оффлайновых игр для смартфонов и очередные победители в конкурсе под каждым видео условия которого это поставить лайк подписаться на канал и написать комментарий и в следующем видео для смартфонов мы узнаем нескольких победителей которые получат немного кэша а также вам не составило труда всего за три дня набрать под прошлым видео тысячу лайков так что давайте повторим и новые видео выйдет еще масштабнее приятного просмотра 20 место сиера 7 тактик шутер начинаем сегодня с ваших рекомендаций ведь хештег советую все еще актуален ну а также по традиции половину топа подобрал я сам а половину посоветовали вы и этот рисованный тактический шутер уже давно пылится на скамье запасных но настало его время все действия тут разворачиваются от первого лица с главной задачей метка целиться во время нажимать на курок и тапать по экрану во время ближнего боя перемещение происходит автоматически от точки до точки и все это с приятными анимациями интересной стилистикой и интригующим сюжетом семнадцатое место эндран спейс экшен на это тоже шутер но в стилистике пиксель арта и с хардкорными механиками буллет хэлла действие которой разворачивается во вселенной элемент но до событий оригинала где двое членов экипажа космического корабля на котором произошла утечка никого вируса решили не придерживаться самоизоляции отправляясь на спасение выживших и зачистку зараженных для этого имеется огромный арсенал самого разнообразного оружия удобное и простое управление и главное сюжет который хоть и коротковат но заставляет двигаться дальше 18 место даркрайдер ну и чё от меня в последнее время потянуло хардкор так эта игра хоть и отличается от предыдущей методами сражений тут у главного героя мечи да и жанры у игр разные но сходятся они свои сложности и стилистике и кто бы чего не говорил против пикселей мне такая графика невероятно нравится хотя и для любителей графония в топе будут игры так это хак-н-слэш перемешку с рогаликом где нам нужно пройти сотню рандомно генерируемых подземелий изничтожая мобов и побеждая боссов дабы дать человечеству еще один шанс 17 место almost a hero ну и коль уж заговорили об играх с элементами rpg то стоит вспомнить о занимательном кликере который к тому же предложенной прокачки может играть сам собой так нам под управление даются 16 неудачников так их кстати разработчики прозвали которые хотят стать героями и мы в этом им будем помогать выбирая умение для прокачки попутно тренируя мышцы своего пальца постоянно тыкая по экрану геймплей однообразный и заурядный чего такого жанра в принципе и ожидаешь так что если знать чего ожидать то игра может порадовать 16 место blade of god многие в комментариях часто просят подбирать игры сугубо или под слабые или под мощные смартфоны что не совсем логично ведь обычных топов зачастую присутствуют как одни таки другие игры и это относится ко вторым а представляете себя слэшер с элементами rpg где каждый босс отличается есть довольно удобное управление да нет прыжка что странно кстати но есть рывок неплохая динамика и графика как для смартфонов но увы играющий сыровато есть огрехи по звуку нет перевода и прочие косяки которые по отдельности небольшие но суммарно могут подпортить впечатление особенно если купить полную версию так что ссылку на бесплатное ознакомительное скачивание я оставлю закрепленном комментарии а там уже решайте сами 15 место solar smash ну и тут за меня чуть ли не весь топ собрали за что я искренне благодарен правда все игры вписать не могу но это не отменять того что вы сами можете поставить видео на паузу и выбрать что-то под себя из этого списка я же решил уделить внимание весьма интересному симулятор разрушения земли в котором можно и астероидом зарядить и лазером и даже луной правда реализма тут не шибко много когда например наш спутник влезается в землю то не меняет свои траектории полета например не разлетается на куски не прекращает вращение не видно ядро и еще много таких не но для фанового досуга и убийство времени самое то 14 место samara room ну и наконец-то головоломка от довольно известных разработчиков которые выпуском этой игры празднует свое пятилетие главная задача как и в предыдущих их проектах решая разные незаурядные задачки выбраться из комнаты не знаю кто мы где мы и что нам нужно делать причем такие игры лучше всего проходить без подсказок отчего время игры может растянуться на долгие часы или вечера но от того и приятнее когда казалось бы выключив игру а в голову то и дело приходят разные новые варианты прохождения так что ценителям подобного рекомендую 13 место darkest will castle а это уже отечественная игра вернее студия-разработчик аргентинская но в роли издателя выступила бука от чего игра наделена множеством колоритного юмора отсылок и всех этих смехуёчков до пизды ах да кстати это квест да и к тому же сделаны по канонам старой школы где за главным героем начали охоту из-за его пакостей которые он время от времени творит в городе и как и предыдущая игра это базируется на механиках выискивания сбора и правильного применения предметов но отличается хорошим черным юмором из которого по сути и состоит весь сюжет а также ценой ведь это игра платная но если не определились то это на ваших денег или же нет то ссылка там же 12 место анжела and demon ну и не будем далеко отходить от квеста в раз уж начали тем более если в прошлой игре мы были демоном то тут уже человек нам не менее демонической обстановке ведь блогер попадает в ад на явно разработчики недолюбливают блогеров причем попадает он туда по собственной воле недосмотренные и недолайкенный это если что цитата разработчиков парень не упустит возможность снять возможно самое убийственное видео общаясь решая проблемы разных исторических и выдуманных личностей дабы подсобрать лайков здесь как бы можно было напомнить что это же блогеры вы можете поставить лайк но делать я этого не буду так что 11 место exiled kingdom pg это также представитель старой школы только уже в жанре рпг 9 сверху персонаж бродит по коридорным локациям истребляя нежить а за стенами видно черное ничего при том карта весьма обширная имеется огромное количество самых разнообразных заданий которые не базируются только на пойди и убей найди и принеси сложность не скатывается в хардкор но и заскучать не даст в общем это одна из лучших если не лучше rpg на смартфоны сделаны с душой и вниманием ко всему десятое место little орфеус а это уже пожалуй самая красивая игра который находил за последнее время да и к тому же от разработчиков такого шедевра как дирестер правда такая красота владельцам андроидов увы недоступна но надеюсь временно хотя ранее проекта эта студия на андроид и не выпускала но тем не менее сюжет вращается вокруг советского космонавта который решил исследовать не космос а глубины планеты найдя в центре земли затерянный мир историю которого мы и узнаем в процессе допроса космонавта рашен кеги бистан 9 место smash bandit racing очередная гонка с видом сверху где нужно гоняться от полиции можно было бы подумать если бы разработчики не сделали акцент на всевозможных разрушениях удобного правления одним пальцем и хорошей оптимизации где на среднем смартфоне при тотальном дестрой всего на своем пути призов не наблюдается притом на ходу игра может превращаться в некое подобие gta где на хвосте будут десяток копов а мы въехал в ангар на легковушки выйдя на них танком в общем красочного экшена и фана в этой игре навалом 8 место за академии ну и если предыдущие квесты были более-менее известны широкой публике из-за времени своего существования то эта игра появилась относительно недавно и представляет собой такой же увлекательный квест с тоннами диалогов неплохой детективной истории и много чем еще правда уклон сделан тут в более сторону головоломок коих более двух сотен виду что как бы намекает на их разнообразие ведь мы в академии но если устанете можно просто пообщаться с разными личностями на территории поизучать окрестности на предмет разных предметов и прочее 7 место аниму стендалон однажды я уже упоминал об одной из игр этой серии который является бы темные фэнтези со слэшерными механиками правда та была условно бесплатная с дальнейшей покупкой полной версии что и отличает ее от этой в остальном же все по-прежнему игра владает отличной по моим меркам графикой спецэффектами анимациями проработанными и разнообразными боссами которым нужен свой подход удобным управлением что в таких играх важнее всего ибо одно дело когда сам ошибаешься злишься но со временем прокачиваешь свой скилл и побеждаешь другое когда сама игра портит весь бой так что отличная альтернатива dark souls на смартфоны ссылка на бесплатное ознакомительное скачивание конечно же находится в комментариях 6 место губка боб кулинарный поединок ну и тут вроде как недавно спанчбоб вышел для консоли в виде платформера так почему бы не вспомнить о нем и на телефонах к тому же в перемешку с уже культовой кухонной лихорадкой где задача все та же вовремя обслуживать клиентов постоянно улучшая оборудование и открывая новые слоты улучшение заведения в нашем случае красти крабс а в роли клиентов морские обитатели причем только на готовке все не заканчивается можно общаться с любыми персонажами мульта исследовать бикини ботом и подобное 5 место touch green bmx 2 недавно я уже упоминал о симуляторе пальчикового скейта так что настало время и пальчиковых bmx где все также нужно ездить по различным трассам выполняют трюки без риска для здоровья зарабатывая за это очки дабы в дальнейшем прокачаться или купить новый велик имеется система многопользовательских турниров если заскучать и катать в соло можно записать реплей своих трюков и покатушек после чего выложить его в интернет и для этого даже не нужен сторонний софт ну и так по мелочи но главное это разнообразные трассы и трюки четвертое место grim valor но и настало время платформера в жанре hack and slash которая также чем-то напоминает культовую dark souls мы безымянный воин призванный дабы очистить землю погрязшую во мрак от различной нежити для этого придется изучать приемы врагов прокачиваться самому для чего нужно также исследовать локации в поисках улучшения для снаряжения повышение уровня и подобное игра кстати поддерживают управление геймпадом я только так в нее и играю обзор кстати на мой геймпад кому интересно можете глянуть по ссылке в описании третье место третий хеллрайдер но и как-то так в этом топе пошло что много представителей целых серий игр и как можно понять по тройке в названии это не стало исключением хотя и претерпела весьма значительных визуальных и геймплейных метаморфоз так изменилась графика вид стал не сверху а третьего лица мир стал больше даже завезли некий сюжет хотя суть осталась прежней нужно фаново изничтожать противников избегая разных препятствий на трассе при том многие жалуются на донат но блин игра то фритуплейная и это для нее нормально второе место simple planes симуляторов полета на самолетах огромное множество но этот выделился возможностью скрафтить свой собственный агрегат где только ваша фантазия выступает ограничение можете строить уже имеющиеся модели в жизни или придумать свои выбирай длину крыльев закрылок тип двигателя и много чего еще правда на сверх реалистичную физику надеяться не нужно хотя и требует играть телефона минимум пол гига оперативы и просто 1 гигагерц что для многих уверен не проблема но и слабым так и смартфон не назовешь и первое место квеста маньяк ну и коль в прошлых топах я как-то обходил жанр квестов то сегодня решил наверстать упущены и закончим сегодня также квестом правда литературным где мы можем влиять на судьбу персонажа лишь движением пальца выбирая что делать главному герою истории которые тут есть действительно увлекают и даже если вы не любите почитать попробовать однозначно стоит вдруг затянет ну и на этом все благодарю за то что досмотрели до конца надеюсь нашли себе во что поиграть на недельку это топ комментариев под прошлым видео и если хотите сюда попасть то пишите свой а также ставьте лайки подписывайтесь на канал можете колокольчик нажать дабы ничего не пропустить желаю хороших игр и до скорых встреч в новых или старых видео пока